Приветствую вас, дорогие друзья! На площади Сан-Сильвестру, справа от базилики Сан-Сильвестру Инкапите, в бывшем женском монастыре, который находился в этом здании до 1876 года, сейчас находится главное почтовое отделение. Дорогие друзья, сегодня у нас необычное путешествие с вами. Мы зайдем на почту, но не для того, чтобы отправить посылку или заплатить коммунальные платежи, а для того, чтобы посетить небольшую, но очень интересную выставку, посвященной 160-летию истории Итальянской почты. Выставка подходит для всех возрастов, так что, дорогие друзья, давайте вместе пройдем и посмотрим выставку. Итальянская почта рассказывает о своей жизни через путешествия, и у нас будет возможность посмотреть долгий путь Итальянской почты с 1862 года по сегодняшний день. На выставке представлена одежда работников почты. Интересно посмотреть, как со временем она менялась. Итальянская почта За 160 лет существования Итальянской почты менялись и логотипы почты. Итальянская почта Как же я любила в детстве получать открытки. А сейчас открытки все отправляют по интернету. Как же все изменилось в жизни? В 1950-х годах были установлены механические машины для ускорения работы. Хороший сотрудник мог проштамповать в час около 2000 писем или открыток. Сейчас же в час автоматически штампуются 18 тысяч. Долгая история доставки почты постоянно совершенствовалась. Так появилась пневматическая почта – одна из самых интересных для обсуждения. С 1913 года между почтовыми отделениями в больших городах в Риме, в Милане, в Неаполе была создана подземная городская сеть, соединенная трубами. По трубам, благодаря сжатому воздуху, перемещались капсулы с письмами. После Второй мировой войны Рим мог похвастаться подземной системой длиной 65 километров, которая могла охватить ближайшие регионы. В 1878 году на улицах Италии появились городские телефоны-автоматы. Первый такой автомат появился в почтовом отделении городка Тиволи. В 1920-х годах такими телефонами пользовались работники почты. А чуть позже, после Второй мировой войны, телефоны появились и в домах. Сейчас у всех Wi-Fi, и больше такие телефоны никому не нужны – это уже история. Так выглядел рабочий стол работника почты. Играет музыка. транспорт для перевозки почты. В 1900-х годах велосипеды впервые стали использоваться для перевозки почты, и сервис стал намного быстрее. После Второй мировой войны появился трехколесный транспорт. Он использовался как для перевозки писем и посылок по домам, так и от железнодорожного вокзала до почтового отделения города. На более длинные расстояния почту перевозили на лодках и поездах. В настоящее время автопарк итальянской почты насчитывает 30 тысяч автомобилей. История почтового ящика Начиная с 19 века почтовые ящики были разных цветов – красные, желтые, зеленые, серые – и они также меняли форму и размер. В первые годы существования почты Италии уровень грамотности в стране был невысок, не все умели читать и писать. Поэтому не было необходимости делать почтовые ящики большими. Почтовые ящики были установлены на улицах и даже в самых необычных местах, например, на пароходах или в гостиницах. Одно время в Италии даже был бум, когда каждый человек, находясь на борту какого-то парохода, хотел отправить своим родным открытку с одним только приветствием или небольшой фразой. Например, «Привет, я в Милане». «Привет, я в Милане» Телеграмма С 1911 года на итальянской почте появилась телеграмма. На почте работало 8 тысяч женщин, а в настоящее время на почте работает 65 тысяч женщин. Сегодня, дорогие друзья, вы побывали на итальянской почте. Да не просто в каком-то отделении, а в главном отделении города Рима. Даже мне, взрослому человеку, было очень интересно побывать на этой выставке. А вам, дорогие друзья, напишите в комментариях. Как же итальянцы любят удивлять нас и радовать. На моих прогулках по Риму мы с туристами иногда заходим в такие места, как это. Они уж точно не записаны в основных туристических маршрутах по Риму. Риму! Риму! Омор- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok